Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это гайд и мысли о новой системе миграции в The Isle of Rima. В целом, механика ведет себя именно так, как я, в принципе, ожидал. С ней интуитивно понятно играть, и она реагирует на действия каждого игрока в зонах миграции. Ни один из присутствующих игроков не испытывает недостатка влияния на экосистему. Пока система работает правильно, каждый игрок перемещается по необходимости и мигрирует предсказуемым и естественным образом. Это создает очень естественное перемещение игроков по острову, а сама система миграции превращает игровой процесс, как по мне, исключительно с травоядными, в очень определенный и увлекательный цикл. Ну а перед тем, как мы продолжим, хочется выразить огромную благодарность всем нашим финансовым спонсорам и донатерам на канале за поддержку. Спасибо, друзья! Также, если вы хотите поддержать наш канал финансово, ссылочка на донейшн в описании. Итак, дам краткое объяснение. На начальном этапе спавна все присутствующие травоядные имеют собственный свой выбор диеты с обильным количеством пищ. На этом этапе у всех травоядных есть стимул выживать вместе друг с другом, что приводит к не очень большому количеству конфликтов между собой, если так можно выразиться. Короче, вы приходите по значку на компасе на миграционную зону. Просто понюхайте и увидите его на компасе. Как только вы придете в зону миграции, значок растянется на весь компас. Ваша диета находится именно в ней. Запомните это. У системы миграции есть свой определенный тайминг. Точный цикл. Пока что его сделали свободным около двух часов. Свободный, если в зоне небольшое количество видов травоядных или их там вообще нет. Растительности многого забили. До того, как зона станет с растительностью до 20%, она начнет, так сказать, разлагаться и исчезнет с зоны. Кстати, у значка есть три лапки по бокам. Это, собственно, расстояние до зоны миграции. По мере приближения к ней, чем ближе, тем лапки будут прибавляться или наоборот. Или если вы идете обратно. В общем, еда в такой зоне находится в изобилии. Кстати, миграция переделана, и это сейчас удобнее. Но сложнее. До этого лапки показывали время расчета еды в зоне. Идем дальше. Через некоторое время я бы сказал, что после того, как около 50% всей еды в зоне будет съедена, все травоядные могут чувствовать некое давление и враждебность друг к другу. Примерно на этом этапе в зоне могут появляться плотоядные животные, оказывая дальнейшее давление на травоядную популяцию. Потому что неподалеку происходит зона спавна ботов, а также кишники также мигрируют. С этого момента и до конца зоны при уровне потребления 80% еды, и, как я сказал выше, еды становится невероятно малой. И бывало много случаев, когда травоядные животные убивали друг друга или защищали определенные растения и источники. Не потому, что они имеют что-то против другого травоядного, а просто по необходимости. Нутриенты. Важная роль пищевой цепочки – борьба за растительность. Именно в этот момент все на грани, и хищники могут нападать на членов любой группы. Да, еще, когда в зоне еда закончится полностью, она исчезнет автоматически. Мигрировать приходится достаточно долго, и порой это муторно, но это не отнять с этой механики. В конце того, как зона полностью остается без растительности, все присутствующие травоядные переключаются в режим миграции, что приводит к тому, что огромная группа существ одновременно отступает из зоны, и все они пытаются первыми добраться до следующей зоны, чтобы получить свой полный набор диет. На этом заключительном этапе травоядные животные наиболее уязвимы, что часто приводит к тому, что это лучшее время для хищников. Существа, которые отстали или потратили всю стамину, могут быть убиты. Да, кстати, и под конец покажу то, что теперь хп у животного в меню не показывается. Все как в Легаси практически. В общем, ставь палец вверх, подписка на канал обязательно, жми колокольчик, не поленись, нажми колокольчик и подпишись. Это меня еще больше смотивирует снимать для вас множество других роликов по The Isle of Rima. Всем хорошего выживания! Субтитры создавал DimaTorzok